Приветствую всех, с вами Олег Саламаха И сегодня мы с вами посмотрим центральную встречу 8 тура Играет у нас китайский суперграссмейстер Дин Ли Жень против чемпиона мира Магнуса Карлсона До этого статистика у китайского суперграссмейстера с чемпионом мира была достаточно позитивная 7 партий они сыграли и все 7 партий закончились в ничью Но как мы видим, Магнус Карлсон находится на этом супертурнире Да и вообще в 2019 году форма Магнуса, как мне кажется, самая лучшая И чемпион мира играет просто сметая всех на своем пути Никто не может ему противостоять Так, например, Ян Непомнящий был повержен в предыдущем туре, как мы с вами прекрасно знаем Тем более, что статистика была такова у Магнуса Карлсона с Яном, что он вообще ни разу не побеждал в классику Но вот все течет, все меняется и чемпион мира начинает обыгрывать даже самых крепких соперников Итак, посмотрим, что же получилось из этого противостояния Д4 сыграл Дин Лежень Конь Ф6 ответил чемпион мира Магнус Карлсон С4, Е6 Конь Ф3, Д5 Ж3, слон Е7 Слон Ж2, рокировка, рокировка ДЦ, ферзь С2 На доске у нас каталонское начало Б5 отвечает Магнус Карлсон, вцепляясь в пешку на поле С4 А4 Б4 Конь Д2 И конь Д5 Ну, все это теория, понятное дело, что мы не будем останавливаться на этой дебютной части Конь бьет С4, С5 Черные подрывают центр ДЦ И слон А6 Здесь последовала новинка от чемпиона мира Магнуса Карлсона В партии предшественницы играли слон бьет С5 После конь Д2 Конь Д7 Е4 Конь Б6 Е5 Конь Д5 Конь Е4 Слон Е7 Белые эту партию выиграли Так продолжалась партия Гранта Мелкумяна против Кана Сараева в 2011 году Но слон А6 играет чемпиона мира Магнуса Карлсона И здесь можно вспомнить слова Значит, 13-го чемпиона мира Сейчас уже экс-чемпиона мира Гарри Каспарова Который также в свое время доминировал над всеми соперниками Он говорил, что секрет успеха Магнуса Карлсона В том, что он глубже понимает позиции Там, где соперники, например, считают на 7 ходов вперед Магнус считает на все 10 И видит доску целиком А не только ее часть И порой чемпиону мира приходится играть в очень рискованные шахматы Поскольку соперники у него достаточно сильные Они просто так ошибаться не будут И, как говорил Каспаров Магнус Карлсон часто рискует То есть идет на сознательное ухудшение позиции С целью разбалансировать позицию Сделать так, чтобы позиция была Можно так сказать на русский язык перевести Сумасшедший дом То есть, чтобы в ней не было никаких ориентиров И чтобы соперники разбирались за доской самостоятельно Ну а в этом случае Магнус Карлсон играет сильнее всех в мире И сейчас мы с вами посмотрим, что же произошло Итак, после конь Е3 у белых на самом деле дебютный перевес То есть мы видим, что они давят на пункт Д5 Конь Д7 Конь бьет Д5 ЕД И С6 Ну вот кажется, что белые уже как будто близки к победе Поскольку пешка идет и дальше Вадя С8, слон Ф4 Теперь нельзя играть, например, с Ж5 ввиду С7 Но конь С5 Перекрывается чемпионом мира Магнус Карлсон Своим конем И пешка на поле С6 пока атакована С7 Ферзь Д7 И на конь Д2 То есть белый заканчивает развитие Чемпион мира здесь заиграл просто в стиле Альфа Зеро Играя Ж5 Прогоняя слона Теперь слону приходится уходить Несово на хлебавший Пешка на поле С7 Как мы видим, падает Слон Е5 Ф6 Слон Д4 Вадя бьет С7 Итак, мы подводим с вами итог Позиция примерно равная Ферзь Д1 Конь Е6 Начинается самостоятельная игра Конь Б3 Слон С4 Каждый раз, как мы видим Магнус Карлсон создает проблемы перед соперником То есть угрожает, например, взятие на Б3 И слон на поле Д4 Зависнет Е3 не сыграешь Потеряется качество на поле Ф1 Конь А5 Конь бьет Д4 Ферзь бьет Д4 И теперь мы видим главный ориентир в позиции Это два слона То есть черные получили преимущество двух слонов И как мы сейчас с вами увидим В дальнейшем два слона в руках чемпиона мира Это очень грозное оружие Король Ж7 Играет чемпион мира Магнус Карлсон Нельзя играть сразу Слон бьет Е2 По причине взятия на Д5 С шахом Теперь ладья С1 Слон бьет Е2 Ладья бьет С7 Ферзь бьет С7 Ладья Е1 Слон С5 Ферзь бьет Д5 Ладья Е8 И форсированно игра переходит у нас в окончание Причем Дин Лежень Играет не лучшим образом Он играет ферзь Б7 И оказывается что конь на поле Б7 Простоит всю партию Абсолютно Бестолковым Бестолковой фигурой То есть просто как декорация Сильнее здесь было сыграть ферзь С6 Нападая и на ладью И на все подряд И на слона И на ферзя И после ферзь бьет С6 Конь бьет С6 Вот здесь разница В оценке позиции довольно существенная Конь на поле С6 Расположен гораздо лучше Он отнимает например Многие поля Слон Х5 И просто ладья С1 Можно сыграть Не меняться Не уводить игру в окончание Два слона против коня со слоном И здесь черным пришлось бы Достаточно серьезно постараться Чтобы обыграть Дин Лежень Но сыграно ферзь Б7 И после ферзь бьет Б7 Конь бьет Б7 Слон Ф8 Вот этот самый товарищ Я его пометил красным цветом Как мы видим он достаточно серьезно Ограничен в своих движениях То есть на С5 ему нельзя ходить На А5 тоже нет никаких перспектив Поскольку поле С4 Также режется черным слоном Слон С6 Ладья Е7 Ф3 Опять же можно было сыграть Конь А5 С идеей все-таки Попытаться развить Свою лошадь Слон Ж4 Ладья бьет Е7 Слон бьет Е7 Но здесь все равно у черных перевес Везде в анализе Слон Д5 Х5 Король Ж2 Слон Д1 Приходится играть Б3 Ну и после этого Черные опять же могут еще Сто ходов играть эту позицию Самое главное то Что здесь явный перевес У черных Поскольку конь на поле А5 по-прежнему не имеет Абсолютно никаких Перспектив Но было сыграно Ф3 Вот таким вот образом Сыграл День Лежения Он хочет развить Короля на поле Ф2 Но не учитывает Всех нюансов Слон С4 Ладья бьет Е7 Слон бьет Е7 Король Ф2 Ф5 Король Е3 Слон Ж8 Еще один сильнейший ход На ходе чемпион мира Магнус Карлсон Уводит Слона Как мы видим Он как можно дальше И теперь два слона Просто режут всю доску Теперь Чемпион мира Подмечает тот факт Что пешка на поле Х2 является Лакомым кусочком Для вот этих самых Двух слонов И он начинает Проводить Длинный И можно так сказать Далеко Идущий план Король Д3 Ж4 И вот здесь уже Не выдерживает Значит День Лежень Он ошибается Играя Конь А5 Не вовремя Решил День Лежень Значит Вывести своего коня Срочно надо было Играть А5 Б3 Взяли Взяли А6 И пытаться здесь Хоть как-то Организовать Контр-игру То есть вот такая Далеко продвинутая пешка После слона Ф6 Слона А4 Слон бьет Б2 Конь А5 Позиция близка К равенству Слон Х5 Слон бьет Б3 Ну и здесь Слишком мало материала Также угрожает Конь С6 Где-то Поэтому здесь Белые еще могли Эту партию Спасти Но был сыграно Конь А5 И после Слон С5 Выяснился Замысел Чемпиона мира Он и ведет Слона на поле Ж1 После чего Пешка на поле Х2 Приказывает Долго жить Конь С4 Опять же Если ФЖ ФЖ Слон Д7 То Х5 И на Конь С4 Просто играем Король Ф6 Черные здесь Доминируют Не пускают Коня на поле Е5 Ну а Ход Слон С1 Никуда от них Не уйдет Поэтому Конь С4 Сыграл Контратакуя пешку Но Слон Е6 Защитили Взяли Взяли Пешка на поле Ж4 Остается жива Она припечатывает Пешку на поле Х2 И после Король Е2 Х5 Слон Д5 Слон Д7 Тут кстати Видите Магнус Карлсон Еще и в ловушку Красивую Не попался То есть Сразу Слон Бет Х2 Играть плохо Из-за Короля Ф2 И слона ловит А вот теперь Х5 Слон Д5 Слон Д7 Слон Б3 Защитили пешку На поле А4 белые И теперь После Слон Бет Х2 Король Ф2 Слон не ловится Поскольку всегда Есть ход Х4 ЖА Слон Е5 И вот собственно Слоны вырвались На волю Пешка на поле Б2 висит Пешка на поле Ж4 Страшная Проходная Конь С4 Защищая пешку На поле Б2 Но Ж3 Шах Король Ж1 Слон Ф4 Снова по прежнему Мы видим Что конь Не имеет Абсолютно никаких Перспектив То есть Вырезает Фигуру Вырезают Соответственно Черные слоны Все поля У белых фигур И теперь Решающую роль Предстоит Сделать Бате королю То есть Король вот таким вот Маршрутом Движется На ферзевый фланг Слон Д1 Слон С6 Б3 Король А6 А5 Слон Е4 Король Ф1 Король Ж7 Король Ж1 Король Ф6 Чуть-чуть Поманеврировал Магнус Карлсон Позиция абсолютно Безнадежная У белых Они могут только стоять И терпеливо ждать Своей участи Король Е6 Х5 Король Д5 А6 Король Д4 Слон Ж4 Король С3 Слон Е6 Слон С2 Но здесь уже можно Опускать занавес Но китаец Сопротивлялся до последнего Конь А5 Слон С7 Конь Б7 Слон Д3 Шах И после Король Ж1 Вот здесь компьютер Говорит, что вообще Выигрывал просто Ход Слон Е4 Далее Слон Б6 И пешка проходит Ферзи Мат в 7 ходов По мнению машины Но Магнус Карлсон Сыграл по-человечески После Король Ж1 Слон Б8 А6 Выяснилось, что Конь на поле Б7 Фактически теряется Ходить ему некуда Надо играть Слон Д5 Но в этом случае После хода Слон Д3 Пешка А5 Аж Никуда не идет А у черных Очень простой план Они прорываются И далее ведут Свои пешки В ферзи Фантастическая партия Магнус Карлсон Затратил очень Мало усилий При этом Как мы видим Он вчистую Переиграл День Лежения И становится понятно Что Магнус Карлсон Находится в Самой, можно сказать Сильной форме За всю свою Шахматную карьеру Поскольку до этого Магнусу Карлсону Не удавалось Обыграть День Лежения Постоянно от него Выскальзывал Этот самый Китайский Гроссмейстер Но вот теперь Что называется Все изменилось И чемпион мира Магнус Карлсон Открывает счет В классику И теперь Соответственно Таким образом Он побеждает Супергроссмейстера Дина Лежения Друзья Если Видео вам понравилось То поставьте ему лайк Подпишитесь на канал Ну а с вами же был Олег Саламаха Не забывайте включать колокольчик Чтобы не пропускать Уведомления О выходе новых видео На моем канале Как вы видите Я сейчас развил Достаточно Серьезную активность На своем канале Надеюсь Что смогу поддерживать Этот темп И дальше Поэтому Играйте в шахматы Любите шахматы Друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok